Так, ну что ж, всем доброй ночи, с вами StarLadderTV, с вами по-прежнему Няшхард, мы по-прежнему на американских квалификациях. Dota 2 Asia Championship 2015, 16 лучших команд сразятся за честь и овации. Написано сейчас в описании турнира, ну и естественный призовой фонд, точный пока что еще никто не знает, там уже набили миллион двести, и я уверен, это еще далеко не конец. Такой мини-интернешнл сейчас в Китае, ну что ж, FireDota Complexity Gaming, третья игра на сегодняшнюю ночь, 1-1 пока что сыграли эти команды, победители, естественно, встретятся с Cloud9 в гранд-финале, и победитель получит слот в Азию. Да, очень, действительно много вопросов, что на Твиче на канале, что в ЛС, просто нереальная куча спама, я, конечно, все понимаю, но, ребят, я говорил и писал в чат и прочее. Вся музыка у меня в друзьях или в паблике vk.com slash nashhard, все там проигрывается. Именно в статусе группы. Я надеюсь, сейчас, ну, просто как бы все услышат и действительно найдут то, что искали, они будут просто спамить везде абсолютно. Ну что ж, пройдемся, я думаю, мы уже немножко по героям. Комплексity Gaming, Witch Doctor, Tide Hunter, первым отлетел в бан Джиггернаут, а TC по-прежнему банят первую Энигму. Уж очень TC боится Энигму, а за фрика, я так понимаю, Леон, Зевс. Такие вот сейчас два стандартных саппорта для FireDot'ы. Очень часто ребята играют через этих двух героев, ну, на самом деле, у них получается играть через этих двух героев. Здесь Witch Doctor, Tide Hunter, также есть саппорт, есть очень хороший хардлайнер. Да, как бы, ну и компа Вомба, типа, уже такое существует. Tide Hunter, Witch Doctor, сейчас еще какой-нибудь Disruptor, наверное, залетит. Посмотрим. Естественно, никто не хочет проигрывать, никто не хочет вылетать с квалификацией. Шейкер, ну вот. Тоже герой, действительно, для врывов, для массовых драк. Есть куча станов. Очень сильный герой. Так, буквально несколько секунд, я действительно буду сейчас сворачиваться при пиках. Так. Все, отлично. Я здесь. Фурион для FireDot'ы. И сейчас, кстати, ребята сами забанили Спектру. То есть, Зевс, Фурион. И, опять же, можно драться абсолютно везде. Прилетел, Зевс ультанул. Еще там плюсик два с даггера подбежали. И дота, действительно, такая сейчас мобильная, получается, у FireDot'ы. Комплексити все-таки решили идти на таран. Просто Тайтхантером, Шейкером. Врываться, драться, всех убивать. Да, выглядит это, конечно, довольно неплохо. Сейчас бы еще Войта какого-нибудь фармящего. Так, ну посмотрим. Свинт. Есть минута бонус тайма. Что же сейчас здесь Свинт напикает? Так. 45 секунд. Вариантов, действительно, куча. Можно пикнуть сейчас как мидера, так и фармящего героя. И нужен вайпер. Но вайпер это не то, на самом деле. Нужен сейчас какой-то был ромящий уже такой персонаж, который быстро очень передвигается. Какой-нибудь Шторм Спирит в мидлейн. Или что-то похожее. Ну, а комплексити продолжают набирать вот это вот сражение лоб в лоб. Еще просто в Райс Кинга сейчас не хватает комплексити. Дроу Рейнджер. Ой-ой-ой-ой. А вот сейчас действительно интересно. И ТС что-то знает. ТС действительно что-то знает. Леон, Зевс, Фурион, Дроу Рейнджер. Четыре рейнджового героя. Так. Ну, Фурион сложный. Естественно, два саппорта есть. Тракса будет, скорее всего, у нас фармить. А может быть, еще и снайперы сейчас подзабрать? Действительно довольно интересные герои. Минус Визаж. Комплексити убрали сейчас Визажа. Ну, в принципе, это было очевидно. То, что Визаж уйдет в бан. Естественно, поэтому я просто даже не начал говорить про него. ТС Фурион и Тракса, и Визаж. И было бы слишком много пуша. Тридцать секунд осталось у УТС на последний бан. Ну, конечно, здесь, мне кажется, ТС без понятия, кого банить. Если Вайпер будет в мидлейне, то, естественно, остался какой-то фармящий герой. Возможно, как раз-таки стоит просто убрать Войда. Минус Сларк. Ну, что ж, Сларк... Тоже довольно хорошо. Понятное дело, очень быстро добирался бы он там до Траксы, и Севса постоянно там просто насиловал бы на карте. Так что Сларк, пан, вариант тоже довольно хороший. Так, ну и что ж, есть еще практически целая минута у Свинта подумать, дружище Войт. Войт здесь, ну, действительно убивает всех. Интересно, послушает ли меня Свинт, телепатически примет ли мою информацию. 20 секунд у него остается, действительно время тикает уже очень как-то быстро, и нужно принимать какое-то решение. Я думаю, ТС уже знает, что ему нужно пикнуть. 10 секунд осталось. 5 секунд осталось. Фейслис Войт. Все очень просто. Все действительно очень просто, и Свинт так еще затерпел сейчас этим пиком. Я, в принципе, был уверен, процентов на 95, что сейчас именно Войт залетит, если уж Сларка забанили. В принципе, Свинт именно это сейчас и сделал. Так, ну что ж, теперь очередь ТС. Забирать себе последнего героя. 10 секунд осталось. Снайпер. Просто снайпер, и все. И вообще не подходить. Винрэнджер. Ну, в принципе, тоже довольно неплохо, и ВР-ка здесь заезжает. Интересно вместе с Дроу Рейнджером, естественно. 5 рейнджовых героев. Никто не хочет попадаться под Вайпер Страйк, никто не хочет попадаться под Хроносферу, естественный Рэвидж. Ох-ох-ох, как сейчас придется аккуратно играть в Фаердота. Задача ясна, что одной, что другой команды. Одной спилить, просто плететь и убивать, 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 убивать всех, кто стоит на их пути. А второй наоборот. Как-то роумить, где-то передвигаться побыстрее, вышечки пушить, убивать героев в соло. Отлично, начинается третья игра в финале лузеров. Кстати, у нас, по-моему, финал вообще БО-5, насколько я помню. Да, у нас финал БО-5 будет, и Клауд Найн уже выигрывает 1-0. Пойду-ка чат немножко, почитаю. Что с аватарками у Исмайка и Фогена? Они типа парочка. Давайте пошутим, что типа да. Ты вчера Каспер обещал, Няш. Но вот так вот вышло, что Каспер, по-моему, даже не в курсе, что он сейчас должен стримить. Ну просто он, по-моему, действительно даже не в курсе. Он где-то отдыхает, там, развлекается. Вот, поэтому здесь я. Какая-то еще тема вот очень интересная пошла. То, что якобы у меня голос похож на Денди. Люди два месяца ничего не говорили, и потом у меня внезапно стал голос похож на Денди. По-моему, нет. По-моему, у меня голос похож на Денди только когда я сонный. Я вот сам так немножко пересматриваю, если я долго молчу, и... Тогда да. Тогда немножко он, в принципе, возможно, на Денди и похож. Так, ни капли. Что за паузы? Что за паузы? Прэдди? Отлично. Все. Превосходно. Просто превосходно. Комплекс. Должны сейчас отжимать паузу, и... Хорошо. Пикнули здесь Шейкера. Комплексити. Цвинт, фармящий Фейслис Войт, Лимб, сложный на Тайтхантере, Мун, Шейкер, Зефрик, Вичдоктор, Бивер в Мидлейне, на Вайпере. Очень интересный пик, ребятки, я уже говорил про это, то что просто будут давить. Прям вот план Капкан сейчас я вот нарисую, вот так вот. Вот, просто план Капкан, потом план Капкан будет вот такой вот. Вот не сворачивая, вообще не сворачивая. Вот так вот прям. Вот весь план Комплексити. Завязать драку в пятером, выиграть драку в пятером. Ну что ж, Фаер, ТС на Винрэнджер в Мидлейне, Флаффенстав, Зефс, Иксмайк в сложный Фурион. Кстати, очень интересно посмотреть на Иксмайк и на Фурионе. Фогет, Леон и Аш, фармящая Тракса. Тоже довольно интересно. Ну, а здесь, понятное дело, я уже так же говорил про это, то что ребятам просто нужно как-то выживать, как-то фармить, как-то сплитить и стараться убивать одного-двух героев. Если, естественно, Фаер возьмут инициативу с самого начала, то Комплексити, скорее всего, отлетят в этой карте. Ну, очень хорошо, сейчас Зефрик фармит здесь пенёчков, правда, сейчас пенёчек кончится через 5 секунд, успеет ли он его убить? Ну, одного, да, одного должен забрать секунда, отлично, 17 золота, потрясающий фарм. А сколько эпик это, прям вот секунда до того, как пенёчек умрёт и прям тычка такая последняя летит, как в фильмах. Так, ну что ж, Иксмайк пока что двух хрипов забрал, сейчас третий его добьёт, очень всё хорошо у Иксмайка, воид, пока что здесь бегает соло, ему, естественно, здесь отводы пилят. Шейкер в мидлейне, там пытался как-то крипов застопить, скорее всего, отправляется пока что на бану, на бану, на базу регенится, поплава такая начинается, по чуть-чуть. Лимб, пока что ничего не качнуло, вот появился Инчурсмэш, 7 тангусов, Сальва, попробуй убей. Ну, естественно, Флав получает экспирианс на отводах, Фогет, как-то старается побесить здесь Аша. Так, ну пока что, или для Вичдоктора всё-таки стакает, или для Тайтхантера, Тайтхантер уходит просто, сейчас в мидлейн собрал дабл дэмэдж. Ага, и отправляется сразу же фармить на втором уровне, это вот дело. На самом деле, идея не из лучших. Да, уж очень быстро он проседает, и, ну, не осилит это точно, эти стаки. Ну, ладно, пусть попробует. Так, что у нас здесь у Свинда? Свинд 13 крипов, Тракса тоже 13 крипов, Верочка пока что 15. Ну и Вайпер также, в принципе, фармит. Всё, ребят, очень хорошо, и никто друг от друга не отстаёт. Ну, Верки здесь ещё плюс 8 дэмэджа. На такой минуте это значительная цифра. Очень хорошо помогает от убивания крипов, я слышал. Так, ну, вот пока что ТС по чуть-чуть переигрывает Вайпера. Хантер ещё пока что ни одного крипа здесь не убил. Или нет? А, совых двух маленьких убил, да. Уровень, правда, всё равно не получил, но убил. Почему просто не протерпеть здесь до четвёртого хотя бы? Очень больно, конечно, от Хантера. Нет, я не могу, я не могу просто перестать это смотреть. Скелетиков действительно добьёт сейчас. Может, и левел, кстати, апнет. Нет. Осталось 2 экспы. ХП нету, маны нету. Навряд ли у него что-то получится здесь сделать. Просто тратит сейчас своё время. Да, понятное дело, здесь он тоже экспы бы немного получил, но получил. А это он в любом бы случае зафармил. Так, ему прилетел боттл. Вот, кстати, с боттлом намного проще. Сколько там маны у тролля? 150. Так, ну что ж. Потихонечку, аж, скорее всего, сейчас должен толкать уже линию и как-то подпушивать. Подпушивать Тауэр, хорошо, 2 оранжевых хрипа. И вышка падает довольно-таки быстро. Ещё коляски сейчас нету. Флаф быстренько сейчас с Фоггитом разберутся с пачкой-то хрипов, я думаю. Так, пол Таура отлетела. Шейкер пришёл дефить. Так, ну и что ж. Вышка должна падать. Вышка действительно должна падать. Зефрик, подкопали сейчас Зефрика, Фоггит. Пытается мансовать в лесах, убежала в лесах. Хорошо, а дальше-то что? Фиссурка очень плохая, хотя здесь Свинт с телепорта Аша пытаются пробить вдвоём с Зефриком. У них это довольно неплохо получается и не уйдёт, конечно, Аш, хотя подкопали сейчас Фоггит. Ну, пауэршот. А дальше-то что? Всё равно ФБ сейчас Свинт уже сделал. Хорошо, Фиссура минус Фоггит. Даблкил, 2 в 1, разменялись. Дальше что? Шейкера заперли. 2 в 2. Но здесь 2 фрага забрал всё-таки Войт. Вышку нужно добить, действительно, 34 хп у него осталось. Заласхитил их Смайку, у их Смайка появился Обливиан Став. Я очень люблю таких Фурионов, которые нормальные артефакты начинают творить, а 3 нулика... Нет, конечно, 3 нулика это такой боевой вид Фуриона, потому что он везде летает, всех убивает, но... Всё равно Орчат. Как по мне, так действительно лучше. Так, полторы тысячи золота. Фаер пока что выигрывают. Экспириенс в нуле, естественно, 2-2, седьмая минута, все стоят на своих линиях. Никто ничего интересного здесь не делает. Тайтхантер 4,5 левел. Оставил в итоге здесь стаки все эти. Так, ну сейчас, конечно, значительно проще Найтхантеру. Свинт. 42 крипа, 2 килла. Всё очень хорошо у ФСС Войт, на самом деле. Давайте-ка откроем Нетворс, потому что крипстат у всех одинаковый. Будем уже, в принципе, ориентироваться по Нетворсу. 3 800 Войт, 3 500 Тракса, 3 500 ТС и 3000 Бивер. Ну, а вот у Вайпера пока что за этих 4 героев самый маленький Нетворс. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот Зевс просто разулетился и убил здесь Шейкера. Заодно прихватил с собой Тайтхантера. Даблкил сейчас от Зевса. Зевс 400 золота сверху. Седьмой уровень получил. Есть Солринг, есть Арканы. Просто потрясающе всё сейчас для Зевса. Фурион практически уже второй Обливин Став сейчас сделал. Войт. Войт, кстати, без Мома. Это редкость. Мы что-то по ТМОМ. Сейчас Свинт, походу, хочет сразу же БФ собрать. Флаффин Став фраг себе здесь заработал. Хорошо, прилетел Икс Майк там быстренько всё. Разобрали, убили. Шейкер, понятное дело, ничего абсолютно там сделать не смог. Икс Майк подпушивает. Вышку Тракса. Есть Мом. Прекрасно понимает сейчас ТС то, что даже там со всякими Доминаторами, с Кади, с Сашей Яшами, он всё равно будет умирать от Войда. Поэтому лучше вносить как можно больше дэмэджа. Главное не попасть в хроносферу. В принципе, у ВР задача такая же. Просто не попасть в хроносферу. В ВР есть перчатка. Да что ты делаешь, дружище? Хватит уже, успокойся. Минус Витч Доктор. Флаффин Став уже стрик там себе очень хороший заработал. У Флаффа 5.0.1. Это Зевс Саппорт, Зевс 8 уровня. И, в принципе, Затар у него довольно неплохой. Боттл сейчас Флафф себе здесь прикупил. Всё просто потрясающе. Четыре тысячи фаер выигрывают. Три тысячи экспириенсов фаер выигрывают. Так, отлично. Вышка тоже упадёт. Вышка действительно упадёт. Хмайк решил оставить Тауэр. Ей сразу же здесь телепорт. Не успеет. Лимп за Денайтс Тауэр. Хе-хе-хе. И на Рошанчика залетает сейчас Хмайк. Хмайк 2 облимент стаффа и практически уже есть. Орчит Хмайк. Подождал Аша. Аш залетел под Момом. Настреливает сейчас по Рошану. Но на самом деле Аш просто может в соло его убить. И Хмайк ему в принципе здесь не совсем нужен. Фрустаро в троечку вкачанную. Поэтому не проблема убивать Рокси Рошана в соло на таком уровне. Просто Мом включил и не чувствует. Действительно просто не чувствует. Рошана. Аш. Есть Аегис. Тысяча золота сверху. Смоки. От комплексти. Лимп. Арканы. Боттл. На даггера естественно еще пока что не видать. Но в скором времени я думаю он появится. Буквально там минут через 8 примерно. Через 7. Выход. На Аша. Очень хорошо. Сейчас ребята зашли в смоках. Здесь можно и флафа зацепить. Хорошо. Аша пробивает. Мом подрубил. Саленс. Нужно драться. Нужно драться. Нужно драться. Варианта все равно нету. Лимпа. Убить. Бивера убить. Никого пока что не убивает. Здесь Дроу Рейнджер. Хорошо. Икс Майк прилетел. Ревейдж. А дальше ты что? Ой, как мало хп. Хорошая хроносфера от Свинда. Это минус Икс Майк. Дезвард. Ни в кого. Во-первых, Дезвард просто поставили в хроносферу. Свинд. Отправляется в таверну. 2 в 1 пока что разменялись. Ну, 2 в 2. Хорошо. А что-то отдало Егис. Но терять войдов в таких вот файтах. Это очень плохо. Да. И можно сказать, выиграли драку все-таки. Файер. Плюс. Вышку сломали. И есть уже 7500 золота. Если не больше. В экспе также они повыше. Все очень сейчас хорошо. Так, а что в Эрке летит? В Эрке летит все-таки молнией. Хорошо. Отлично. DC с дабл дэмэджем. Просто зажал кнопку. Сейчас и вышка сыпется крайне быстро. Глиф. В Эрит не особо волнует. Лимб без ревейджа. Ну, вот просто что-то пытается плевать. Ой-ой-ой. Тейкхантер все-таки еще и задунаил вышку. Но в любом случае. Тауэр пал. 2. Здравствуй, шейкер. 0.5 шейкер. И фоги там уже просто насилуют этого шейкера. На самом деле. Зефрик. TC. Пытается пробить лимба. Очень легко это делают вместе с Ашем. Зефрик. Пытается уйти. Здесь прилетает Эксмайк. Но Эксмайк даже ассиста здесь не получил. 3.12. Комплексити. Походу не проходит финал. И в финале. Скорее всего мы увидим фаер против Клауд Найн. Как и вчера. Правда Клауд Найн выиграли их 2-0. И сейчас Клауд Найн будет выигрывать уже 1-0. Из БВ-5. Яша есть у Траксы. Графики. Ну графики 12 тысяч золота. 14-ая минута. И тем более такие герои очень сноуболищие здесь. И Тракса. И ВР. И Фурион. И Леон. И Зевс. Как бы всем героям нужен левел. Всем героям нужны там какие-то артефакты. И с этими артефактами они смогут убивать постоянно. Если у них есть некое преимущество. Свинт. Свинта нет. Даже БФ еще. Свинт пытается что-то здесь нафармить. Фогет. Хиксанул. Маны попил. Подкопал. И просто Тракса. Щелк. 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 Три выстрела. Минус. Свинт. Интересно. Комплексы все будут сейчас до последнего потеть? В принципе. Если сейчас действительно фаер ошибутся 1-2 раза. Все. То можно будет еще исправить. А герои довольно хорошие. То есть Хридосфера. То есть Рэвич. Там Дезвард. Шейкер. Ну пока что без ультимейта. Но скоро будет с ультимейтом. И возможность есть. Возможность сражаться, тратиться есть. Главное хорошо ворваться. Может сейчас фаер перепакуют? Если конечно фаер действительно перебакуют сейчас, то... Комплексы могут языком бейджить. Войт. Нужно еще 500 золота. Будет БФ. Так, ну и походу мы фаер, кстати, на двух ланах увидим. И на Старладере. А, точно там же еще и С9. Я совсем забыл. Про Клауд Найн. Связались сейчас с Войда. Ультанули. И Фурион также сейчас ультанул. Просто быстренько разобрались с Войдом. Войда нет байбека. Хроносферы не будет. TC. Настреливает сейчас по вышке. Зарядил пауэршотчик. Влимпа. И Тауэр по чуть-чуть падает. Подождали ребята крипов. И с лоу граунда. Неплохо. Аш там накидывает. Минус вышка. Хорошо. Тайтхантер. Даггера нету. Палец в Тайтхантера. Минус Тайтхантер. Можно заходить. Можно спокойненько заходить. Можно всех убивать. Бивер получил сейчас орчид. Минус Бивер. Зефрик. Просто пожалели сейчас парня. Оставили в живых. Свинт. Прилетел. Хроносферка на Аша. Аш. Каким образом? Сбили ему сейчас. Естественно телепорт. Каким образом он выбрался с хроносферы. Он же попал в хроносферу все-таки. Лимпа. Связали. Нет. Уже Дроу Рейнджер. И естественно без траксы лезть дальше не стоит. 15 тысяч золота. 17-ая минута. Нетворсы на ваших экранах. С левого верхнего угла. 9600 Дроу Рейнджер. 8300. Вэйр. 8000. Ихсмайк на Фурионе. Не только потом Свинт имеет там семерочку сейчас. И появилась все-таки БФ. И сейчас еще и Леона здесь убили. Но все равно. Это очень мало. Тайд Хантер. Нужно пойти скорее всего Эйнджентов еще пофармить немножко. Будет Даггер. Минутик 20. Манта Стайл появилась у траксы. Аж действительно силен сейчас. Да и до Рошана я думаю там немного. Угу. Фурион. Хорошо Ихсмайк играет. Мом. Орчит. ПТ. Такой боевой вид Фуриона. Бьющего с руки. Саленс. Повесили. Хорошо. Связали сейчас Свинда. Ультанули. И очень быстро. Разобрали ФСС Войда. Опять же Войд без байбека. 40 секунд не будет Войда. И можно пойти немножко подпушить. Трэвэйджи нет. Ничего нет. Дезвардом дефить. Это тоже в принципе скорее всего ошибка будет. Да хотя есть каски. Есть лим. Который там может протанковать немножко. Поборзеть. Ну плюс крипов еще нет. На. Бараки целы. Ихсмайк. Ихсмайк. Дезварда очень много получает. Хорошо. Просто форстафнулся от Дезварда. Зацепили Бивера. Но решили сломать барак. Нужно сломать барак. Милишный барак наламывает. Аж. Аж. Прогорает. Ой-ой-ой. Как DC связал. Хроносфера. По Ихсмайку. По Ашу. Это минус 2 героя сейчас у Фаер. Года также здесь погибнет. А комплексити так компэчат по чуть-чуть. И Фаер-то действительно борзеет. Уж чересчур. Нашли Флаффа. Первый удар баш. Минус 4. Минус 4. 3. 600. Получились эти драки комплексити. Как много бабла сейчас. Реально выиграли комплексити. Вот так вот. 17 тысяч графики дошли уже до 10. И по Нетворсу Войд обогнал Вэр. Мом появляется сейчас уже у Войда. Ну и да. Своего рода камбэк. Уже сделали сейчас комплексити. Реально переборзели просто Фаер. Аш пытается что-то выфармливать сейчас в мидлейне. И... Нужны более сильные артефакты. Нужны какие-то криты уже сейчас на траксу. Нужно многое настреливать. Многое и больно. Рошан появился. Можно идти, кстати, убивать Рошана. Идея просто потрясающая. Пойдется. Продолжение следует. На, Войт силен Войт, конечно, убивает Трексу за купол Поинт-бустер появился у Леона И неужели догоним? Так, Рошанчик Достался сейчас Сашу Появился Огр Клаб Кстати, да, БКБ здесь тоже очень хороший вариант На самом деле, Алибарду бы кто собрал Какого-нибудь Фуриона сейчас собрал бы Алибарду Кстати, у Фуриона тоже есть Огр Клаб Посмотрим Штекс Майк тоже будет делать БКБ Или все-таки Алибарду Потому что если сфокусят Войта В принципе, то Будет все очень хорошо ВР потихонечку выфармливает себе здесь Аганим Графики оставились на десятке Вич Доктор 22-ая минута Появился Аганим Скепитер Ну и сейчас У меня плохие новости для Фаер Заходить будет крайне сложно Шейкер Есть Даггер Тайтхантер Есть Даггер Тайтхантер еще и форстаф уже, можно сказать, имеется Пауза От Шейкера Тайтхантер Отлично Отжали паузу, очень быстрая нас пауза Зажались пока что комплексити на своей базе Естественно, есть Аегет сейчас у Аша Возможно, просто стоит сплитить Это очень хороший вариант На самом деле, трекса с одной стороны Фурион с другой Верка с третьей Нужно сейчас как-то разводить Команду комплексити Потому что по одному Драться комплексити не смогут TC добивает здесь барак По чуть-чуть Хорошо, подкопали Ой-ой-ой, нужно больше дэмэджа И TC пауэршотом сейчас Прошивает все-таки вайпера Вайпер без байбека, вайпера не будет 45 секунд Это, кстати, минус один герой Это уже хорошо Здесь барак практически упал, 150 хп Три раза в него стрельнуть Отлично, минус сторона Аша, зацепили, это только Аегис Здесь есть ревейдж Фурион Прилетает, лимб Должен, наверное, кастовать сейчас Ревейдж Получил сайленс Хорошо TC связал с шейкером TC просто очень круто сейчас играет На Вер Пытается здесь набить Свинда Свинд уходит Дезвард Дезвард Минус Фогет Минус Зевс Отлично Так, Аш тем временем пытался что-то там проломать в мидлейне Не особо у него это хорошо вышло 1700 золота для комплексити Саппорт Опять же получает немножечко денег Икс Майк Есть БКБ У Траксы тоже, в принципе, практически есть БКБ Осталось совсем немножко пофармить Дабл дэмэдж У Троу Рэнджа Дабл дэмэдж У Траксы Мом Вещи болезненные Так, ну что ж У Эра появился Аганим Уи У Икс Майка появилась БКБ Очень хорошо, что там заткнули Тайт Хантера вовремя И просто Тракса смогла уйти спокойненько Так Отлично Полтауру уже нету Нету Глифа Икс Майк тоже пытается с мамом как-то навалить Отлично Дальше что? В мидлейне Драка Здесь Убивает Аша Аш Аш Живет Хорошо Выбежал Минус Войд Минус Мун Зефрик Пытается что-то сделать С дезвардой, конечно, разбивает там фоги Но а дальше-то что? Нету воида Воид байбекается Лимб В погоню 50 секунд не будет ревейджа И начинает лагать дота И Начинает Лагать дота Автодисконнекты Что происходит? Неужели это только у меня? Так Скайп Работает Стрим В норме Да Дота действительно лагает только у меня Но Комплексити Как видите Отбились Хрена сверху Там Войд Поставил А Наверное Еще он Тракс Вставил Действительно Все равно Убили фуриона Убили здесь зевса И как-то В принципе Отдефили Ребята Свою сторону Что у нас по деньгам? По деньгам 12 тысяч Лимб Лимб Погибает здесь практически лимб Успел себе сам форстафнуть Хорошо За ТС Погоня У ТС очень мало маны Здесь Сиф Таверна 60 секунд Не будет ВР У ВР нет байбека Придется терять тир-2 вышку Скорее всего Хотя здесь Может и Икс Майк Подсуетится Очень интересно Пушатся здесь Линии на самом деле И особо-то уж Разгуливаться Комплексы сейчас Не смогут Свинда Поймали Орчат Отлично Убили Опять начинают лагать Доты Ребят Я честно Не знаю в чем проблема Это Америка Раньше такого В принципе на Америке У нас не было Никогда Ну вот сейчас Как-то немножко Автодисконнект Здесь и подвисает На Или это вообще Просто у меня Проблема с интернетом Сейчас еще почитаю Что там пишут На Твиче Поймали Икс Майка Икс Майк Прожимает БКБ Нужно улетать На самом деле Ничего толкового Сейчас Икс Майк Не делает Пытается как-то Роумить Хорошо Закрыл себя в спрутах И просто Кастует телепорт Отлично Икс Майк Спасся Мда Что-то у меня С интернетом Просто неладное Сейчас творится Зефрик В таверне Ой-ой-ой-ой Может действительно Додосит Аж Пытался здесь Как-то наломать Барак Не особо у него Это получилось Байбекнулся Вич доктор Да и в принципе Войд сейчас будет Уже живой Так что-то мне Действительно Очень уже не нравится Если меня Робовойсит То Вы мне скажите Робовойсит Меня или нет В принципе Я что-то сейчас Придумаю Просто пожалуй Я выйду из скайпа Отлично Все Я надеюсь Сейчас такого не будет Потому что возможно Это действительно Додос Так Ну вот Скайпа вышел В принципе Все норм Пока что Все норм 15 тысяч Золото Fire Выигрывает Вновь Лагает Лагает Конечно Если меня на стриме Прямо-то реально Робовойсит То Значит Это Тудос Да Опять все Остановилось Очень все Плохо И Вообще Проблема Здесь лучше Все-таки Выйти На самом деле Ладно Доиграем Посмотрим В чем проблема Что там Случилось У меня Кристаллис У Фуриона И кстати Это очень Боевой Сейчас Иксмайк Мон Ой-ой-ой Фогет Что творит Но не получилось Конечно же Уйти Пытался там И форстаф Даггер Аут Сделать Но Не совсем У него Это вышло Начинать Смотреть Со стримом Чтоб еще Стрим Не упал Флаф Инстав Проблемы Здесь у Флафа У Флафа Нету Даггера Плюнули Флафа Каски Полетели И Через Дезвард Просто С трех Ударов Дезварда Мечдоктор Расправляется Свин Поймал Иксмайка Не пожалел Ханосферу И Иксмайк Мертв Иксмайк Мертв Здесь пока что ТС разобрался Также с Шейкером Так Будет ли драка Свин Пытается уйти Здесь есть рядом Также Лимб Ну и в принципе Спокойненько Убегает отсюда Свинт Его еще и форстафнули Вдобавок Он говорит Зачем я форстаф А тебе крипов хочу Подрубил Мом Палец Фоггет Нужно скорее всего Было сначала Вдавать Стан Господи ТС Что ты за Существо Какой же потный ТС Сколько он уже там Шейклов дал Сколько он таких Пауэршотов дал Да ТС Сейчас Потеет По моему Один изо всех Как здесь Очень все хорошо Винрейнджер 419 Так Третий Рошанчик Аш Спокойненько Номинает Здесь щеки Рошану И Есть кстати Иглсонг Скоро появится Бабочка Ихсмайк Скорее всего Сейчас заберет Све сыр Аш заберет Аегис Летис Летиси Оставили Все-таки Сыр Да Просто Боттл Верка Выложила Так Фогет Здесь Как-то Немножко Старается Подпушивать Линию Здесь Энты Заходят Есть Баттерфляй Самое что интересно Фурион погибает В соло От Шейкера Давайте-ка посмотрим Вообще Что здесь было Вот так вот Все очень просто Действительно Фурион не успел Абсолютно ничего сделать И 1700 ХП Снял ему Здесь Шейкер С фулл Прокаста Так Спину Кстати Очень интересно Аш Так ВРБКБ Минус Тир 1 Тауэр Аш Пытается Подпушивать Вверх Имеется ли Глиф Да У ребят Есть Глиф Поэтому В принципе Не столь Все страшно Сразу же Делают телепорты Нужно и здесь Дефить Сверху Дефить Особо Комплексити Разгуляться Не могут Хорошо Поймали Зафрика Зафрика Просто ушел В талисман Свинт Господи Что это Сейчас было Здесь со Свинтом Прикольный Вард Все очень Классно Сейчас Комплексити Сделали Да ТС Разбил Кабинет Очень быстро Свинду Ну еще Конечно Дезвард Очень качественный Был поставлен В храносферу 683 Или там Даже больше Уже не помню Что там сейчас было Лимб Хороший реведж Дальше что Свинд Храносфера Это нету И Минус 1 Свинда Также очень серьезно Сейчас пробивают Минус 2 БКБ не было Ивер Помер Бэйбэк от Вайпера Две странные Начинают уже падать Здесь бараки Медлэйни осыпались ГГ ГГ Файер Дота Выходят В гранд Финал Против Клауд 9 Квалификация Американская В Азия Чемпионшип Ну что же Довольно хорошую игру Сейчас Файер Показали И